Ввиду того, что события в республике развиваются самым неожиданным образом, я опять нарушу регламент вторника. И сегодня мы будем говорить не только об оперативном совещании, и не столько о нем, по нему мы все равно, конечно же, пробежимся, но большую часть нашей передачи мы будем говорить о событиях в непосредственном республике и в Уфе, и в Ашимбае, и в некоторых других местах. В общем, это после оперативного совещания. В самом начале своего вступления Хабиров представил 12-го нового вице-премьера правительства Азаты Абадрановы. Ну, это назначение я уже отношу к такому предзакатному периоду, когда охранников и поваров назначают губернаторами. Вот примерно в такой стилистике Хабиров назначил вице-премьером правительства республики Башкортостан этого юношу. Общеизвестно, что это очень талантливый организатор всевозможных мероприятий в Москве, увеселительных и не очень. Прославился Азат Абадранов тем, что именно он был организатором того провокационного выступления уфимского башкирского студента в Москве, которое так взбудоражило в свое время администрацию Хамитова. Видимо, с этого и началось его восхождение, по крайней мере, в сознании ради Хабирова. Я думаю, что мы по прошествии времени узнаем много еще интересных и пикантных подробностей из жизни этого юного вице-премьера. Правительство республики Башкортостан, но я все-таки стою на том, что эта персона вовсе не достойна ни особого внимания, ни слишком частого упоминания. Далее Хабиров заговорил непосредственно о тех событиях, которые случились в выходные и случились в основном с ним. Буду много цитировать Хабирова, потому что его цитаты достойны воспроизведения для того, чтобы понимать, как он лично относится к этой ситуации. В частности, Хабиров сказал, что БСК встретило сильное сопротивление населения. С очевидным сожалению, сказал об этом Хабиров, потому что нам, наверное, однозначно понятно, что если бы БСК не встретило сопротивление населения, то это бы больше устроило Хабирова. Нападение на сотрудников МВД, заявил Хабиров, недопустимо. Собственно, наверное, бесспорный тезис. Вообще, все, что происходило на горе, Хабиров назвал довольно коротко никому не нужной свалкой. Но при этом Хабиров выразил свою признательность всем защитникам горы и коллективу БСК. Особенно пикантно это выглядело на фоне того, что в последние дни перед воскресными событиями и Хабиров и его свита не иначе как вахабитами и выходцами из всевозможных экстремистских сект именовали защитников горы Куштау, а теперь Хабиров выражает им свою искреннюю благодарность. Далее Хабиров сообщил, что принято решение о том, что до тех пор, пока не будет найден компромисс, разработки Куштау не будет. Вот эта сакральная фраза, которую он впоследствии повторит много-много раз, она вызывает у меня некие опасения в том смысле, что все больше и больше крепнет у меня убеждение, что термин «компромисс» господин Хабиров трактует несколько по-своему. Более того, совершенно непонятно, кем будет найден этот компромисс и каким образом будет фиксироваться его нахождение, и не случится ли так, что какой-нибудь Азад Барданов или сам Хабиров вдруг внезапно нам объявят, что компромисс найден и копаем гору дальше. Ну, в общем, это, говорится, дело будущего, но перейдем к тому, как Хабиров вообще характеризует ситуацию самого противостояния. Хабиров полагает, что защитники горы хотят шире смотреть на судьбу Шихан. Это была цитата. А БСК, цитирую Хабирова, хочет обсудить судьбу только Куштаву. Ну, прямо скажем, здесь он Америке не открыл, и действительно, БСК интересует только Куштаву, и никакие другие вопросы, ни экологии, ни геологии, никаких других сохранений, там, каких-то памятников, культуры и природы не интересует. Конечно же, БСК интересует только Куштаву. Вообще, если внимательно и вдумчиво вслушиваться в то, что говорит Хабиров, тут совершенно четко понятно и его личная позиция, и степень проникновения БСК в душу нашего главы, и все вот это очень понятно. Далее Хабиров перепоручил Назарову заниматься контактами между активистами защиты Куштаву и БСК. Вот это было очень неожиданно, в том смысле, что, ну, лично я, например, да и Андрей Геннадьевич, наверное, тоже не ожидали такой подставы, и совершенно непонятно, чем это может кончиться. Ситуация, в которую попал этот конфликт, и вообще, как он выстраивается, ничего хорошего модератору этого конфликта не несет, и понятно, что Хабиров понимает это, и отводит от себя хотя бы часть этой ответственности, перекладывая ее на Назарова. Конечно же, Назаров рискует понести существенные репутационные потери, потому что, повторю, решения в этом конфликте не существует. На самом деле, никакого компромисса не может быть, потому что защитники Куштаву, настоящие защитники Куштаву, а не те, кто себя, значит, примазывает к этой категории, они стоят на одной простой позиции, что разработки Куштаву не должно быть вовсе. А поиск сырьевого источника для комбината соды, это немножко за рамками каких-то компромиссов и обсуждения судьбы самого Куштаву. То есть Куштаву остается, а соде ищут источник сырья, или в крайнем случае, совсем уже при негативном развитии событий, соду закрывают. То есть, речь на самом деле не идет о компромиссе, и вот почему я усомнился в том, что Ради Фаритовичи вообще, в принципе, понимают значение этого термина, но, собственно, для этого есть словари и прочие вещи. С другой стороны, Хабиров поручил решать этот вопрос самому способному, пожалуй, из своего окружения, потому что, наверное, только Назаров способен и готов на какие-то более или менее пластичные движения, потому что, если бы, не дай бог, эта вся история была поручена какому-нибудь Барданову, то дело бы закончилось привычным мордобоем. Собственно, ну, по-другому он не умеет решать никакие конфликтные проблемы. Юноша, понятно, что некоторое время прожил, конечно, в Москве, но, как говорится, зубы чистить так и не научился. Далее Хабиров перешел к краткому сеансу самодочевания. Надо сказать, что не часто, а, пожалуй, что и никогда мы еще не были свидетелями того, чтобы руководитель республики, глава региона, признался в своих личных ошибках. Ну, то есть, тут случилось вот явление этого чуда, и дословно, процитирую Хабирова, он сказал, что то, что произошло на Куштау, это 100% наша с вами недоработка. Обращаясь, естественно, в зал. Ну, не мог Хабиров сказать, что это моя недоработка. Конечно же, надо было присовокупить к себе для, скажем так, меньшей болезненности этого процесса, всех, кто находился перед ним, включая руководителя ГООЧС. Ну, давайте разберемся в терминологии. Недоработка, на мой взгляд, это провал Штирлиц. Потому что, ну, вот так вот мягонько и ласково называть ту катастрофу, которая случилась на горе Куштау и которая еще не закончилась, пожалуй, что неуместно. Ну, недоработка, это всегда такое мягенькое чиновничье обозначение какой-нибудь большой проблемы, в которой никто не собирается разбираться. Ну, подумаешь, недоработка. А на самом деле надо бы поискать тех, кто привел ситуацию к этому, вот к этой кондиции, которую мы сейчас наблюдаем. Тех, кто подбрасывал бензина в этот, значит, костер, подливал его, раздувал его и выяснить, с какой целью это делалось. Но, тем не менее, Хабиров это все именует недоработкой, видимо, в ключе той концепции, которую он обозначил на горе, что своих он не сдает. Но тут уже, как говорится, Радий Фаридович, с такими своими никакие чужие не нужны. Довольно быстро Хабиров от безболезненного самобичевания перешел к обвинительной речи. Собственно, он не применил обвинить во всем собственную администрацию и лично господина Сидякина. Попинял Александру Геннадьевичу в том, что он лично несет ответственность за случившееся. Хабиров порекомендовал, что всем присутствующим и, видимо, в скобках все время подразумевавшимся главам районов, нужно более глубоко понимать нужды людей. Дальше я буду цитировать Хабирова. Там очень разные люди были, небогатые люди были, простенькие машины стоят вдоль дорог. Как-то так отметил про себя Хабиров. Оказывается, люди не только на крузаках ездят, а главам районов надо это понять. Из-за коронавируса мы оказались отдалены от людей. Они неприятные вещи нам говорят. В лицо говорят, но правду говорят. «Особое внимание нужно уделить главе Ишимбайского района. Там в деревнях ожесточенное отношение к власти и к вам». Хабиров, по сути, попенял главам районов в том, что они допустили то, что из разных районов республики, а это действительно так, из всех концов республики люди съехались на защиту Курштаву. И, по сути, Хабиров обвинил глав районов в том, что они допустили перемещение граждан своих, жителей своих районов вот в этот роковой день туда на гору. Дескать, надо бы делами заниматься, коров пасти или каким-то другим бизнесом заниматься, а люди, значит, от нечего делать, по сути, следуя логике Хабирова, поехали защищать гору на своих простеньких машинах. В общем, конечно, это было очень сумбурно. Это было очень нелогично. Но в этом весь Хабиров, то есть он постарался обвинить всех, кого угодно, включая абсолютно непричастных к тому, что случилось на горе. И, собственно, это, конечно, было таким актом компенсации того унижения, которое постигло Хабирова на горе, которое, наверное, он не скоро забудет. Мы все видели эти кадры. Как на самом деле нелегко далось вот это вот достаточно жалкое действие, которое случилось непосредственно под дождем на горе Курштаву самому Хабирову, как он не привык выглядеть в подобном виде. И как надолго он останется в памяти у нас именно таким. Первым штатным вопросом совещания был, естественно, вопрос по COVID-19, который все так, как говорится, и не закончился, несмотря на то, что происходят более интересные вещи. Докладчицей в этот раз была заместитель министра здравоохранения Елены Вячеславовны Кононова. Не знаю, что уж там с Забилиным опять приключилось. Вроде как он уже там отизолировался и так далее. А может быть он поизолировался, а потом отдыхать поехал. Не знаю. В общем, Елена Вячеславовна доложила нам статд данные о том, что 7340 человек заболевших, плюс 38 в сутки, 115 лежат в больнице. На прошлой неделе было 300. Вот эта цифра у них опять колеблется. Три человека находятся на ИВЛ и умерло за весь период пандемии в республике всего 27 человек. Собственно, ничего нового нам госпожа Кононова не сообщила. Цифры так и остаются подозрительно недобросовестными. А Хабиров охарактеризовал эту ситуацию как стабильную и выверенную. Вторым вопросом был, как обычно, вопрос обзор ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. И в этот раз не было первого лица ведомства. И господина Беляева заменила Голованова Ирина Александровна, исполняющая обязанности министра ЖКХ, видимо, в отсутствии находящегося в отпуске господина Беляева. Прямо скажем, напрасно господин Беляев ушел в отпуск, потому что без него тут происходят весьма тревожные события в его ведомстве. Несмотря на то, что Ирина Александровна сообщила нам об отсутствии существенных аварий и всего-то трех отключениях воды в Уфе на 8 часов, Ирина Александровна поведала нам о том, что была все-таки проведена проверка и анализ подходов к дезинфекции на территории Республики Башкортостан в городах и населенных пунктах. И выявлены чудовищные нарушения. В 357 домах, многоквартирных домах, выявлено отсутствие либо грубейшее нарушение регламента дезинфекции. Во всех муниципалитетах Республики Башкортостан выявлено нарушение порядка и регламента, и графиков дезинфекции, либо отсутствие таковых. Ирина Александровна сделала восхитительно неожиданный и, в общем-то, наверное, какой-то чудесный вывод о том, что надо бы составить графики этой дезинфекции. Ну, в общем, конечно, ужас-ужас. Судя по всему, за истекший период, за последние два с лишним месяца, колоссальные деньги были похищены именно в этой сфере. Напомню, что в прошлый раз Хабиров как-то очень сильно возбудился на тему этой дезинфекции, поручил своему контрольному ревизионному управлению проверить Беляева на этот счет, и вот проверили. Но настолько неожиданными были результаты этой проверки, что Хабиров смутился, и было еще особенно, конечно, не время тут опять устраивать еще какие-то кровавые разборки. Он почему-то взял и повторно поручил перепроверить все контрольному ревизионному управлению, опять снова созвониться со старшими, снова проверить, и вдруг все исправится. А как оно может исправиться, если они два с половиной месяца имитировали эту дезинфекцию и воровали деньги в огромном количестве? Ради Фаридовича, конечно, здесь был абсолютно нелогичен, но, судя по всему, время было такое. Алан Викторович Морзаев поведал нам о том, что за истекшую неделю произошло 88 ДТП, 109 пострадавших в этих ДТП, 17 погибших, и число погибших за год сравнялось с числом погибших за тот же самый период прошлого года. То есть, Алан Викторович не оставил никакой надежды Ради Фаридовичу на то, что количество погибших в ДТП в республике Башкортостан не то чтобы достигнет этой максимальной планки в 400 человек, что было задано Морзаеву как задача, а, конечно же, превысит прошлогодний результат, и тем самым Хабиров не выполнит напрямую указания Путина по поводу снижения смертности в ДТП. В общем, это направление провалено полностью, потому что мы сейчас находимся в самом благоприятном периоде по ДТП, имеется в виду сухое время года, гладкое и сухое покрытие дорог, значит, так далее и так далее. У нас впереди гололед, зима, переходный период, когда повышается, естественно, вся эта аварийность и смертность на дорогах. В общем, шансов на то, что будет достигнут этот результат, по крайней мере, по-честному точно нет. Есть еще резервы фальсификации, но здесь нам в помощь, как говорится, двойная бухгалтерия. Дело в том, что ГИБДД ведет учет смертности на дорогах, совершенно независимо от государственных органов власти региона, и фальсифицировать их почти невозможно. Упомянув ГИБДД, не могу не сказать о том, что на самом деле на этом направлении это, в общем-то, делается максимум возможного, по крайней мере, теми силами, которые остались в распоряжении этой службы в Республике Башкортостан. Выявляется огромное количество пьяных водителей за рулем, выявляется огромное количество нарушений, и Башкирия уже побила свой собственный рекорд по количеству выписанных штрафов через автоматизированные системы контроля движения. Однако это не приносит своих результатов. И то, что касается пьянства за рулем, тут, конечно, нужно смотреть глубже. Дело не в том, что это является единственной основной причиной смертности на дороге, а нужно рассуждать о том, что порождает это пьянство. А пьянство порождается исключительно неблагоприятной социальной обстановкой в регионе, и за это уже отвечают вовсе не люди с полосатыми палочками, а как раз-таки вот этот социально-экономический блок в правительстве, который, в общем-то, должен создать для людей приемлемые условия для существования, должен создать ситуацию, когда люди не падают на дно стакана, значит, не понимая, что с ними происходит, а потом не садятся за руль. Но, к сожалению, именно в этом направлении правительство Республики Башкортостан не делает совсем ничего. Выслушав Морзаева, Хабиров, как обычно, заговорил почему-то про контроль, COVID-19 в аэропорту, выяснил, что никого прилетающего из Крыма с этой инфекцией выявлено не было, что, повторюсь, это чудо, на самом деле, и так не бывает. А далее Хабиров вовсе сказал странную, загадочную вещь Алана Викторовича о том, что ему пора напрячься на дорожных работах в Уфе. Чего ж тут напрягаться, август заканчивается. А если он, Морзаев, не освоит деньги, выделенные в этом году, то ему, Хабирову, есть куда их деть. Вон у меня главы районов просят. Конец цитаты. Ну, я вообще не понял, честно говоря, о чем шла речь. Или о том, что в рассеянности и задумчивости Хабиров забыл о том, что нельзя перераспределять из одной строчки бюджета в другую, вот так произвольно, или просто взять и отдать кому-то. Может быть, он говорил о дорожном строительстве в районах, но деньги тоже не перераспределяются вот так вольно и спокойно. Например, строительство федеральной дороги нельзя перераспределить на нужды строительства каких-нибудь муниципальных дорожных объектов. Ну, в общем, какая-то совершенно нелепая фраза прозвучала. Скорее всего, это было некое такое педагогическое назидание. Но напомню, что Алан Викторович катастрофически не исполняет план по дорожному строительству, а всего лишь удерживает некий уровень прошлого года. И это, конечно, не может не беспокоить. Отдельно отмечу, что Алан Викторович тактично умолчал о своих планах о подъеме стоимости проезда в Башавтотрансе. Речь идет о том, что к концу августа Башавтотранс планирует поднять стоимость проезда до 28 рублей. Я не знаю, связано ли это с тем, что Башавтотранс очень серьезно потратился на перемещение сотрудников БСК от Стерлитамака до горы Куштау и обратно. Помним, да, к этих бесконечной колонны белоснежных автобусов, везущие жаждущих работников БСК, отработать свою трехдневную зарплату побыстрее на склонах горы Куштау. Но это безобразная история, особенно когда нам показали вот эти вот идущие в бесконечность колонны автобусов БСК государственного перевозчика, который обслуживает вот эту, значит, частную компанию и ее достаточно сомнительные интересы в тот момент. Я очень надеюсь, что БСК хоть что-нибудь заплатила Башавтотранса за вот эти транспортные услуги. Но сам факт отвлечения автобусов от сети, конечно, не мог не внести сумятицу в транспортную ситуацию в городах и районах республики и прочее. Потому что, например, такого количества автобусов, наверное, в одном только Стерлитамаке быть не может. А далее по нисходящей. Начиная с третьего вопроса, который был о ходе уборочных работ, вопросы на этой оперативке становились все более и более бессмысленными, и я постараюсь сократить ваше время на обсуждение этого вопроса. Так вот, третий вопрос о ходе уборочных работ. Это был краткий доклад Фазрахманова о том, что, несмотря на то, что погода традиционно замедлила темпы уборки, Фазрахманов все еще оптимистично смотрит в будущее. Уже убрал 27% площадей зерновых культур, собрал 1 миллион 180 тонн зерна, и средняя урожайность у него 25 центнеров за гектар. Также Фазрахманов сообщил о том, что в этом году он от щедрот своих и, собственно, за счет бюджета подарит 20 автомобилей аграриям, против того, что в прошлом году он подарил только 10 автомобилей, и почему-то Ишат Илдусович это считает своим существенным достижением. Собственно, вот вкратце, о чем нам сообщил министр сельского хозяйства, а Хабиров опять традиционно сообщил о том, что он очень и очень надеется на хорошие результаты аграрии в этом году, потому что больше в экономике ему надеяться не на что. Четвертым выступающим на оперативном совещании был Разумикин Геннадий Валентинович, потомственный пайщик печатных плат, а теперь министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. Я без смеха не могу называть эту должность, особенно в контексте того, кто ее занимает. И Разумикин доложил нам об обучении жителей Республики Башкортостан компетенциям цифровой экономики в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ну, не все могут сразу сходу понять, о чем идет речь. Можете отмотать и прослушать заново, но, честно говоря, весь доклад Разумикина был абсолютно невнятным. Речь в нем шла о том, что он каким-то загадочным образом, получая по 75 и более миллионов рублей в год, разделяет эти деньги на какие-то сертификаты, потом где-то в каких-то учебных заведениях организует какие-то курсы, потом раздает эти сертификаты желающим гражданам, и у него огромные успехи в этом направлении. Чему обучают граждан на этих курсах, Разумикин так и не сказал. Он не озвучил наименование этих курсов. Ну, прямо скажем, вот этот вот коучинг за государственный счет, при том, что Разумикин утверждает, что объемы растут, и количество там, значит, этих коуч-тренингов у него просто возрастает от раза к разу. Собственно, весь этот государственный коучинг очень сильно смахивает на какую-то частную лавочку, которая приносит неплохие доходы, которые, в общем-то, извлекаются через учебные заведения и так далее, и так далее. Вот, честное слово, слушать это было противно, потому что человек на голубом глазу рассказывал такую ересь, которую, в общем-то, приличным обществе надо было бы скрывать. Хабибов Руслан Тагирович был четвертым докладчиком на этой оперативке, министр молодежной политики и спорта, по совместительству покровитель молодежной лиги политики. Он рассказал нам о развитии адаптивной физической культуры в Республике Башкортостан. Видимо, вот был такой период сейчас у нас на этой неделе, что никак нам не было обойтись без понимания развития адаптивной физической культуры в Республике, и вот пришлось выслушать господина Хабибова. Хабибов нам поведал о том, что адаптивным спортом занято 35 тысяч человек в Республике, 19% всех людей с ограниченными физическими возможностями. 25 пара спортсменов готовятся к выступлению на Паралимпиаде в Токио, но при этом всем Республика Башкортостан занимает только 30 место в Российской Федерации по вовлечению инвалидов в адаптивную физкультуру. Собственно, Хабибов сообщил нам о том, что всего он тратит на всю эту программу 60 миллионов рублей, и вообще зачем было говорить о подобных ничтожных процессах и в экономике, и в социальной сфере Республики Башкортостан, так и осталось непонятно. Пятым замыкающим докладчиком оперативного совещания был Хайрудинов Рамиль Наилевич, временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Башкортостан, который сделал доклад о чрезвычайно важных итогах весеннего призыва вооруженной силы РФ из Республики Башкортостан. Собственно, господин Хайрудинов сообщил нам о том, что из 19 517 призывников, которые были вызваны на призывные участки, явилось 19 513. Только 4 человека не явились по повестке военкомата, вы представляете? Ну, я помню, конечно, времена, когда полстраны бегало от призыва, и, собственно, 4 человека на всю Республику у клонистов, это, конечно, колоссальный результат. Кроме всего прочего, Хайрудинов сообщил о том, что военкомату Республики Башкортостан, военному комиссариату, удалось в этом году и в этот раз избежать вспышки COVID-19 в рамках призывной кампании. Собственно, на этом достижения военного комиссара закончились, и доклад его тоже. Ну и, собственно, наверное, надо поговорить о вещах более интересных и важных, чем вот эта совершенно пустая в этот раз оперативка. Я остановлюсь на двух событиях, которые произошли в минувший понедельник, которые призвали к себе максимальное внимание населения Республики и людей, не только политически озабоченных, но и вообще всех, кто следит за тем, что происходит в нашем регионе. Во-первых, митинг в Ишимбае. Последнее время митингов у нас не было, и вообще вот этот COVID-19 как бы их вообще-то полностью отменил. И тут случилось страшное. В городе Ишимбае прошел абсолютно незапланированный, абсолютно несанкционированный митинг, который граждане называли сходом. По сути, он, конечно, таковым и был. И случился он по результатам воскресных событий. На этом митинге, на этом сходе граждан в городе Ишимбае, прямо около администрации города и района, граждане жителей Ишимбае и Ишимбаевского района требовали отставки главы Ишимбаевского района Абдрахманова. В самой резкой форме и довольно громко тысячи жителей города и района потребовали отставки главы района по причине его поведения в воскресенье, в субботу на горе Куштау, где господин Абдрахманов возглавил странное формирование людей, одетых в камушляжную форму, которые, по сути, разгромили лагерь защитников Куштау при поддержке силовых структур. Выглядело это совершенно однозначно. На кадрах видно, что в расположение лагеря врываются вот эти люди в масках и одетые в полувоенную форму. Сам Абдрахманов был одет очень примечательно в такой летний полевой костюм в какой-то фуражке с непонятной кокардой. Абдрахманов изъяснялся исключительно ненормативной лексикой, что, собственно, недопустимо для государственного служащего и вообще для граждан, находясь в публичном пространстве. Вел себя глава района исключительно агрессивно. Он вырывал палатки, бросал их в женщин. Это видно на кадрах. Некоторые говорят о том, что он применял физическую силу и насилие к жителям этого лагеря. Я, честно говоря, пока не обнаружил это на кадрах, но видеосъемок господина Абдрахманова так много, что предстоит их еще все проанализировать. Я думаю, что мы найдем вот эти вот факты. В общем, жители Ишимбаи и Ишимбайского района вышли на площадь. Сам по себе это факт вопиющий. Полиция поначалу бездействовала, потом начала в мегафоны увещевать граждан, чтобы они расходились и что якобы они нарушают общественный порядок, хотя не было никаких лозунгов, были только разговоры, люди обсуждали, стоя на площади, что, собственно, законом не запрещено. Но полиция настойчиво требовала разойтись, а митингующие требовали явления к ним лично господина Абдрахманова. По официальной версии, он в это время внезапно и очень, как говорится, кстати, оказался в отпуске. Негласно сотрудники его администрации говорили о том, что в это время он находился в здании администрации и, стоя за занавесочкой, наблюдал за вот этим всем позором. Впоследствии мы узнаем, что он созванивался с Хабировым, это со слов самого Хабирова, и Хабиров ему категорически запретил выходить к людям и обсуждать проблему, которую они, в общем-то, обсуждали. Далее полиция попыталась разогнать этот митинг, но не силовым образом, а сначала у вещевая разойтись, а потом предприняв попытку забрать одного из митингующих, присутствующих на этой площади. Я отношу это к акции устрашения. Мне показалось, что полиция, понимая свою беспомощность и безрезультатность собственных действий, решила просто наглядным примером показать, что будет с теми, кто не повинуется их требованиям. Они взяли одного из случайных присутствующих и попытались затолкать его в машину. И тут случилось совсем страшное. Жители Ишимбая отбили у полиции задержанного человека. То есть они физически, руками выдернули человека из машины и его отпустили. Полиция не настаивала на своем стремлении забрать этого человека в участок. В общем, помитинговали и разошлись. Но после этого пошли сообщения о том, что бюджетникам Ишимбая приходят странные смски о том, что на следующий, на завтрашний день, то есть во вторник, они должны будут выйти на некий митинг в поддержку главы района. Ну уж прямо, скажем, такая примитивная реакция, чтобы показать, дескать, что не все так однозначно в районе. На самом деле, конечно, в Ишимбайском районе все однозначно. И господин Абдрахманов моментально утратил моральное право возглавлять район и город. В итоге жители вынесли свой вердикт в отношении этого человека, учитывая, что глава района не избираемая фактически должности, назначаемая главой. Это прямой упрек и прямая претензия самому Хабирову. Вообще в Ишимбайском районе недовольство Абдрахмановым было достаточно уже накопленным. Я и до этих событий слышал о том, что жители Ишимбая и Ишимбайского района очень недовольны тем, как ведет себя глава, в каком ключе и в каком стиле он управляет этой территорией. Ишимбай, родина Хабирова, Ишимбайский район, родина Хабирова, оказался одним из самых запущенных регионов Республики Башкортостан, с одним из самых безобразных глав районов. В общем, это закономерный итог, но он был ускорен тем событиями, которые случились на горе Куштау. Я не знаю, почему главе Ишимбайского района было поручено и доверено возглавить вот эту боевую команду, которая разгоняла лагерь защитников Куштау, но мы вернемся к этому разговору, когда будем обсуждать встречу Хабирова с активистами и защитниками горы Куштау. И, собственно, самый важный итог воскресных событий – это обещание Хабирова встретиться с защитниками Куштау в спокойной кабинетной обстановке и обсудить сложившуюся ситуацию. Все мы видели эти кадры, где Хабиров, стоя под дождем, просит всех разойтись, именно просит, разойтись защитников Куштау, разойтись сотрудников БСК. В обмен на исполнение его просьбы Хабиров обещает прямо завтра, то есть в понедельник, встретиться с делегатами от защитников Куштау. Он так и сказал – выберите 20 или сколько-нибудь человек, которые приедут в Уфу и будут обсуждать со мной, то есть с ним, с Хабировым, этот вопрос, будут искать компромиссы, искать решение проблемы. Именно так сформулировал Хабиров – выберите тех, кто приедет ко мне встречаться. Это очень важно, потому что дальнейшие события, в общем-то, несколько иначе развернули эту ситуацию, и речь идет о том, что уже к обеду понедельника Хабиров начал капризничать. Когда он понял, кто приедет с ним разговаривать, а приедут люди совершенно не настроенные на лояльное отношение к нему лично и к той позиции, которую он воплощает, Хабиров заявил, что он не будет встречаться сначала с представителями, бывшими участниками организации «Башкорт», которая теперь признана экстремисткой и запрещена в Российской Федерации по решению суда, далее Хабиров стал выдвигать иные условия, что он не будет встречаться с Марсом Сафаровым, что он не будет встречаться с Грифулой Епаровым и так далее, и так далее уже по списку, значит, Хабиров просто стал исключать тех людей, которые, в принципе, в состоянии были задать ему неудобные или очень прямые вопросы. Либо он не захотел встречаться с теми, кто, по его мнению, выдвинет кардинальную, радикальную позицию по поводу Куштау. В конечном итоге весь понедельник был окрашен вот этой неопределенностью в отношении этой встречи. Трижды Хабиров менял свое решение, то есть сначала он заявил о том, что он встречается, потом он заявил о том, что он не встречается. Ближе к вечеру он опять заявил о том, что он встретится уже в 9 часов вечера, и в 9 часов вечера встреча как будто бы с защитниками Куштау началась. Очевидно было, что ни Хабиров, ни его администрация не были готовы к тому, чтобы в полной мере исполнить те обещания, которые были даны на горе. Я имею в виду встречу с защитниками Куштау. Те, кто были в конечном итоге приглашены в малый зал администрации Хабирова, это был странный набор людей, в основном состоящий из привычных для подобных, прямо скажем, имитационных мероприятий. Это в основном были члены СПЧ, столь любимых Хабировым, и еще некий набор людей, зачастую набранных совершенно случайно. Это были какие-то художники, какие-то режиссеры, еще кто-то там. В общем, как говорится, доярка, слесарь и профессор. Состав людей был настолько нелепым и зачастую не имел никакого отношения к непосредственно защитникам Куштау, что вот тот вопрос, который задала Виктория Куприянова, я называю большим обнулением Куприяновой. Речь идет о том, что Виктория задала вопрос, вернее попросила поднять руки в зале тех, кто присутствовал на горе Куштау. Меньше половины присутствующих подняли руки. То есть вот этот момент, в общем-то, обнулил весь смысл этой встречи. То есть половина из людей, которых пригласил Хабиров в качестве защитников Куштау, никогда на горе Куштау не были. То есть вот это, собственно, самое важное, что нужно знать, а то есть речь, которая прошла. Ну, далее заговорили по существу или не очень. Справедливости ради надо отметить, что присутствовали и действительно настоящие реальные защитники горы Куштау, по крайней мере. Из персон медийных, это был и Руслан Валеев, и Артур Асафьев, и Рамиль Рахматов, и Рауфа Рахимова там присутствовала. И именно они задали хотя бы несколько таких вопросов, которые, ну, можно считать вообще вопросами для обсуждения. В частности, Рауфа Рахимова задала вопрос, почему Хабиров отказался встречаться с реальными защитниками Куштау. Жаль, что она задала этот вопрос в отсутствии самого Хабирова. Это было перед началом мероприятия Рауфа достаточно резко высказала свое мнение в отношении вот этого факта, то, что люди приехали, многие приехали из Урняка. Там среди них были и пожилые люди, которые ждали этой встречи, которых, ну, в наглую Хабиров просто проигнорировал. Руслан Валеев задал достаточно интересные вопросы, и Артур Асафьев тоже. Но та мера демагогии, которая была на этой встрече, она, конечно, совершенно запредельная. Вот тут надо всем посмотреть. К сожалению, запись этой встречи была то ли намеренно, то ли по халатности сделана с ужасным низким качеством звука и так далее, но при желании можно вслушаться. Встал вопрос и про Мурзагулова. Значит, на вопрос, не стоит ли и не обязательно ли наказать и уволить и разобраться с Мурзагуловым по факту того, что он всех огульно называл ваххабитами и так далее, и допускал там массу-массу всяких грязных высказываний, в том числе злоупотребляя своими возможностями в области государственных СМИ, Хабиров сказал нет. Вот на обвинение Мурзагулова в этих достаточно серьезных проступках, а возможные даже преступлениях, Хабиров сказал, что у каждого свои особенности. Когда встал вопрос о судьбе вот все того же главы Ишимбайского района Абдрахимова, который, ну там, по словам выступавших, применял физическую силу к женщинам, Хабиров и вовсе встал в оборонительную путинскую позу, которая называется «А вы докажите». Хабиров сказал, представьте мне видеокадры, я тогда, может быть, подумаю об этом. А вообще человек был на взводе, у него там личные счеты с этими защитниками, и ему это простительно, это было мужское поведение. То есть, переводя на русский язык то, что сказал Хабиров, это на самом деле вот как звучит. Для своих любые проступки, а то и преступления, это или некие особенности характера, или мужское поведение. А вот для всех остальных, не своих, любой проступок будет расценен как преступление, и будет наказываться по всей строгости закона. Именно так и сказал Хабиров. То есть, Мурзагулову Абдрахимову можно, потому что это свои, а все остальные не свои, и они получат всю полноту правосудия. То есть, здесь Хабиров буквально, в общем-то, процитировал ту знаменитую фразу, которую приписывают Бенита Муссолини, и звучала она следующим образом. «Своим все, остальным закон». Примерно в таком ключе выстроились сейчас взаимоотношения внутри Республики Башкортостан, между властью и населением. И население для Хабирова это вовсе не свои. В целом, встреча прошла, конечно, в привычной, такой мягонькой, елейной форме для Хабирова. Нагнанная массовка не применула поблагодарить Радио Фаридовича за вклад в решение всего этого вопроса. Многие там нижайшего, значит, благодарили мудрого руководителя за то, что он вот так вот прям правильно все сделал и поступил. Почти не обижали соду, хотя прозвучали достаточно резкие суждения в адрес комбинации, что Хабиров очень жестко пресекал. Когда Салават Хамедуллин сказал, что комбинат варварски разрабатывает природные ресурсы и уничтожает природу Башкортостана, Хабиров строго ему заметил, что все остальные тоже не зайчики. То есть вот эта вот методика противопоставления, ведь речь шла о комбинате, комбинат варварски разрабатывает природу и губит ее, Хабиров почему-то перевел стрелки на кого-то другого. А вон там тоже есть плохие люди. Но это тоже очень такая классическая технология, когда, ну, в общем-то, нечего ответить, можно поговорить о чем-нибудь другом. Вот в таком примерно ключе прошла эта встреча. Встреча это была ни о чем. Там бесконечно звучало слово компромисс, бесконечно звучало там «я же сказал». Потом там прозвучала такая замечательная фраза о том, что, ну, когда как-то немножко разговор зашел в тупик, Хабиров внезапно сообщил присутствующим, да и нам, собственно, через эту запись о том, что он упорный, но не тупой. Я не знаю, на самом деле, к чему это относилось, но вот как-то, видимо, что-то там где-то мелькнуло в голове у руководителя республики. В чем-то он там заподозрил своих собеседников и на всякий случай отметил вот эту особенность своего организма. Но, по большому счету, вот этот компромисс, 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 который звучал без конца на этой встрече, это уже вот была та самая халва-халва, которую нужно говорить, чтобы во рту стало слаще. Совершенно непонятно, о каком компромиссе идет речь, совершенно непонятно, как это будет происходить дальше, и кто на самом деле вправе объявлять этот компромисс. Я еще раз скажу, а вдруг завтра какой-нибудь Барданов выйдет и сообщит нам, что компромисс найден, разрабатываем гору дальше. В общем, не дай бог, конечно, и совершенно непонятно то, как будут развиваться события вокруг этой группы впоследствии. Напомню, что все следующие переговоры Хабиров посчитал делом техническим, как он сам сказал, и поручил их Назарову. То есть в следующий раз вот эти вот элитные активисты, отобранные через фильтр администрации главы республики Башкортостан, будут встречаться уже с Андреем Геннадьевичем Назаровым. О чем они там будут договариваться, какой компромисс они будут искать, будут ли эти встречи открытыми, будут ли они транслироваться, сможем ли мы узнать об их содержании, пока неизвестно. Когда случится эта следующая встреча, и каков будет ее регламент, тоже непонятно. Ну, в общем, будем наблюдать, будем ждать развития событий, а тем временем активисты, в понедельник поняв, что Хабиров по сути их обманул, я имею в виду настоящих активистов, они начали возвращаться на гору Куштау, и процесс обратился вспять. И речь идет о том, что, вероятнее всего, лагерь снова появится на склоне горы Куштау, тем самым давая понять Хабирову, что население, активные люди, беспокоящиеся о судьбе природы Башкортостана и родной земли, отказались верить главе и вернулись на предыдущие позиции. Уже к вечеру понедельника прозвучали призывы о проведении массовых мероприятий в городах и столице республики, уже с повесткой об отставке Хабирова. Речь идет о том, что активисты, защитники Куштау и люди, сочувствующие им, и вообще вникающие в эту ситуацию, уже задумываются о том, что нужно провести некие митинги, некие мероприятия, которые будут посвящены именно требованию отставки главы, как человека, неспособного решить эту проблему. Я не знаю, какова судьба этой затеи, случатся ли эти мероприятия, в каком законном, незаконном или полузаконном формате они могут пройти, учитывая то, что, ну, по сути, сейчас законно и подзаконно запрещены всякие массовые мероприятия, кроме массовых мероприятий БСК, например, судя по всему, потому что БСК спокойно может себе позволить проведение всевозможных массовых мероприятий, невзирая на то, что они запрещены. В общем, будем наблюдать с тревогой, будем наблюдать за этими событиями, потому что столь стремительной реакции со стороны населения республики, конечно, никто не ожидал, в первую очередь и сам Хабиров. Уже известно, что этой ситуацией очень озабочено в администрации Путина. Да, действительно, стало известно о том, что в воскресенье был звонок Сергея Владиленовича Кириенко Хабирову о том, чтобы он срочным образом выехал на гору и начинал решать проблему лично, потому что администрация президента, будучи более прозорливой и способной к анализу, понимала, что в воскресенье на горе может случиться что-то страшное. Кроме всего этого, в понедельник уже из Москвы прибыли специалисты из администрации президента, судя всему, это были специалисты по искусственному одуханию политической сферы регионов. Они придали некую энергию, некий импульс тому, что происходит. Не уверен до конца, что эти люди, эти специалисты тоже разделяют интересы населения республики Башкортостан, но, по крайней мере, они нацелены на то, чтобы решать этот конфликт так или иначе. В общем, Хабиров теперь стал человеком, управляемым напрямую из Кремля. Посмотрим, насколько это управление пойдет на пользу нам или разрешению проблемы. Но то, что Хабиров стремительно теряет самостоятельность в политическом поле, это уже, пожалуй, свершившийся факт. Редактор субтитров А.Семкин